А в нашем зале новый спикер. Это адвокат по профессии. Так, сейчас мы впустим. Подключается. Адвокат по профессии, координатор всероссийского фотопроекта «Большой русский альбом», член-председатель Пермского отделения Уральского историко-родословного общества Ксения Валерьевна Фролова. Здравствуйте, здравствуйте, Ксения Валерьевна. У Ксении Валерьевны доклад на тему «Новые формы деятельности Пермского отделения УИРО». Пожалуйста, начинайте. Включу презентацию. Видно её? Всё хорошо, начинайте. Хорошо. Здравствуйте, я хотела бы сегодня рассказать о нашем термском отделении. Отделение наше появилось 27 января 2008 года. Там сейчас где-то 24 человека. И как вот, пока я готовилась, оказалось, что даже сама не ожидала, ведёт очень активную деятельность. У нас есть в рамках нашего отделения два больших проекта. Это проект «Забытые имена Пермской губернии», основатель Корляков Станислав Иосифович, и группа ВКонтакте «Пермская генеалогия», основатель Краснопёрова Наталья Васильевна. Наталья Васильевна, помимо этого, ведёт ещё консультации в Кривеческом отделе Горьковской библиотеки. Вы можете посмотреть, что вот эти проекты существуют достаточно давно, а консультационный пункт, он ещё раньше появился. Эмблема у нас появилась недавно, в конце прошлого года. На эмблеме вы видите медведя, символ Пермской губернии, и фон такой оранжевый – это наш камень-стиленит. Чем мы занимаемся в отделении? Стараемся проводить собрания, но начиная с марта все наши собрания либо проходят неформально, либо вообще не проходят в связи с карантином. На собраниях мы делаем какие-то доклады, общаемся, рассказываем традиционно о летних поездках. Также наше отделение ведёт издательскую деятельность. У нас вышло четыре сборника «Пермский родовед». Вы можете видеть их на фото. И это фотографии презентации последнего сборника. И сейчас готовится пятый выпуск. Также наши участники нашего общества и сами выпускают собственные книги. Это Светлана Витальевна Поповцева и также Садилов Павел Фёдорович. На собраниях проводим презентации и других книг, то есть тех лиц, кто не является участниками нашего общества, но также занимаются генеалогией, краеведением. Вот можете посмотреть. Здесь, правда, Австайев Александр Владимирович также попался с своим сборником. Но и те люди, кто не является участниками, но нам также интересно с ними общаться, и мы поддерживаем достаточно тесные связи. Проводим выездные мероприятия. В прошлом году побывали в Ныдве уже не первый раз, а в Березняках. И вообще ездим по всему краю. На таких мероприятиях проводим какие-то лекции, мастер-классы, консультации. Также стали осуществлять продажу книг достаточно широко, и выяснилось, что это очень востребовано в небольших городках. То есть люди там сметают буквально всё, хотя вроде бы интернет у них есть, и магазины у них есть, но такая литература их очень интересует. Участвуем, вы тут, я думаю, видите многих ваших коллег, в различных выездных мероприятиях. Здесь также фотографии с Гентеха прошлого года и с конференции УИРО. К сожалению, у меня нет всех фотографий, чтобы показать полный объём. Вот что нашла, то вставила в презентацию. Участвуем в совместных проектах. Это проекты, допустим, мемориала «Последний адрес» и их экспедиции по рекам памяти. И проект, вот внизу фотографии, это наше последнее мероприятие. Выставка «Прямая речь». Совместный проект ЦГК, Центра сравнительных исследований при университете. И вот там участвуем от нашего отделения я и Наталья Геннадьевна Максимова. Выставка будет проходить весь ноябрь. Если у кого-то есть возможность, приезжайте в Пермь и сходите. Это Пушкина, 15. Конечно, у нас проходят и неформальные встречи. Когда начался карантин, их даже, наверное, стало больше, поскольку это проще организовать такую встречу, чем в библиотеке, где мы обычно собираемся. У нас в городе есть кафе, оформленное в стиле стимпанка, пассатижа. Там есть возможность показывать и презентации, и ролики какие-то. И очень интересный антураж. Я думаю, на фотографиях вы можете увидеть, что здесь вот такой необычный дизайн. И на фотографиях не видно, а там еще достаточно много витрин, в которых расположены различные старинные инструменты. То есть сам владелец кофейни, он много лет занимается коллекционированием этих инструментов. И можно не только посмотреть их, но и получить от него какую-то экскурсию. Это вот были основные такие вещи, которыми занимаемся уже достаточно давно, еще до моего появления в этом отделении. А теперь хотелось бы сказать, что у нас появилось новенького. Во-первых, это привлечение молодого поколения. Это началось не специально, а скорее вынужденно, но уже приобрело достаточно широкий характер. То есть вот здесь вы можете видеть фотографию дня родоведа, с проекта «Последний адрес». Тут это проект Генэкспо «Хочургада удаленно», тоже ребенок поучаствовал. Внизу это остров Генэкспо, где помимо генеалогии мы также помогали экологии, то есть собирали мусор. И в центре две фотографии. Это вот последние выставки нашей «Прямая речь». Тут дети Натальи Геннадьевны Максимовой, мои и также других участников выставки. То есть у нас получился такой небольшой, ну, не детский сад, скорее, ближе к школе возраст. Ну, детям было интересно и весело общаться. Они очень быстро организовались сами между собой. И здесь нет фотографии. Мы с Юлией Ивановной Горбуновой придумали такую вещь, как фотомузыкальная композиция. То есть мы обратили внимание на домашние архивы участников нашего отделения, собрали их по тематикам. У нас получилось пока три ролика. Первый ролик – это «О снег идет». Он посвящен Новому году и зимней моде. Затем свадебная мода и мода 40-50-х годов XX века. То есть мы собираем фотографии, делаем к ним подписи, выстраиваем их в хронологическом порядке и подбираем музыку. Ну, обычно это где-то три композиции. И такие ролики показываем. Вначале мы их показывали только среди своих. Последний раз, когда были в Березняках, показали и там еще. И, в принципе, людям это интересно. И это освоение новых источников, что ли. Потому что фотография – это очень важный, как мне кажется, источник в генеалогии. И когда ты внимательно ее рассматриваешь, ты обнаруживаешь массу каких-то деталей, которые не видел ранее, которые могут тебе помочь в дальнейших исследованиях. Так, поскольку начался карантин, конечно, пришлось как-то подстраиваться. И некоторые наши участники также были лекторами на форумах, онлайн-форумах, онлайн-фестивалях. Это Генекспа и УИРО. Я знаю, что одна наша девушка, Дьяконова Екатерина, у нее есть группа в Инстаграм, где она. Именно группа как «Генеалогическая». Я также в Инстаграме делаю посты о нашем обществе и вообще о генеалогии. Ну, если вы хотите посмотреть еще какие-то фотографии, то они размещены на форуме уральской генеалогии, на страничке нашего общества. А, и тут вот еще была фотография. Сейчас, минуточку. Вот она в нижнем правом углу. Это мы играем в настольную краеведческую игру. То есть эта игра не генеалогическая, а именно краеведческая по нашей Пермской губернии. Но игра всем понравилась. Мы решили, что надо такие игры проводить чаще. И если кто-то смотрел последний форум Генекспа, у них там тоже в прямом эфире они показывали вариант уже генеалогической игры, в которой можно играть всей семьей, включая детей. Я думаю, что это направление у него большое будущее. И можно пробовать даже самим такие игры делать, чтобы дети как-то вовлекались в генеалогию. И чтобы не получилось так, что если вдруг человек, который был хранителем семейной истории, с ним что-то произошло, то его архив просто выкинули. И он еще как-то пропал. Так, и вот здесь еще внизу фотография. Тут вы можете видеть нашего коллегу из Санкт-Петербурга, где вот мы тоже, было все закрыто, поэтому мы встречались в кафе. Ну, в целом, я рассказала вкратце о деятельности нашего общества. Все, спасибо за внимание. Галина. Спасибо, спасибо большое, Ксения. Интересный опыт, и здорово, что вы привлекаете молодежь. Я надеюсь, что у нас найдутся друг для друга вопросы, но уже за рамками форума. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.